Да, я хочу поблагодарить всех сторонников, которые сегодня приняли участие в автомобильном протесте. Значит, абсолютно мирная, но очень хорошая акция. Я смотрел онлайн. Было очень много автомобилей с Кишинева. Плюс я видел автомобили наших некоторых представителей районов. Это очень хорошее начало для того, чтобы задать ноту, для того, чтобы разбудить страну. Потому что лишь только очень большой активностью можно сменить правящий режим на нормальное парламентское большинство, избранное демократическим путем, а не так, как это делает Плохотнюк. И делал это в течение последних лет. Значит, хочу попросить тех, кто находится онлайн, делать репосты по возможности, потому что, к сожалению, нет у нас телеканалов по всей стране. Значит, как у Плохиша и некоторых других. Вот. Поэтому всем участникам сегодняшнего протеста огромное спасибо. 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 Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... чтобы уничтожить нашу партию. Значит, у Молдовы был вице-премьер Приходько. Да, на тему Приходько-Плохотнюка сейчас переговорим. Я специально вчера не выходил слава, мне всё-таки было важно послушать молдавских наших художников, бусыка, работников полиции, потому что ночью сегодня реально сидел, думал, как это, что за постановка, зачем постановка. Может быть, в очередной раз крадут какой-то миллиард, и ему надо увести удар через медиа. Ну, сейчас об этом поговорим. Значит, первое, значит, Плохотёк. Продолжает разваливать страну, продолжает укреплять своё внимание, влияние в парламенте. Значит, на сегодняшний день он не смог сломать часть депутатов ЛДПМ, и им сказали, что, ребят, окей, уходите, как бы просто из парламента, отказывайтесь от своих мандатов, потому что следующие, которые зайдут, мы как бы с ними уже договорились. Поэтому подказался от мандата председатель района Аненского района, значит, плюс откажутся ещё несколько человек, значит, плохих себе натягивает парламентское большинство. Причём, как вы понимаете, те люди так же не придут бесплатно. Значит, а вот эти два, три, четыре, там, пять человек, в ближайшее время их фамилии станут известны. Значит, так как главной темой, значит, в СМИ в течение последних суток это была тема покушения на Плохотнюка, я посидел тут, поанализировал, посмотрел, что вчера сказал Аваков, министр внутренних дел Украины. Ну, я вам сразу скажу, что то, что это была совместная операция молдавских и украинских спецслужб, значит, у меня уже вызвало вчера вопросы. Значит, плюс вопрос к молдавским правоохранительным структурам и к украинским. В раскрытии и в сотрудничестве с молдавскими силовиками не участвовали те самые украинские спецслужбы, которые вместе с молдавскими плохишами, которых там Плохотнюк делегировал за деньги для того, чтобы украсть, задержать, и потом бандитским путём вывести Платона в Республику Молдова. Значит, ну, вчера прозвучала фамилия Приходько, потом, как бы, дали понять, что речь идёт о Плохотнике первое. Я не удивлюсь, что у Плохотника окажется паспорт гражданина Украины на фамилию Приходько, потому что с его бурной деятельностью, вы знаете, у него в Румынии паспорт с другой фамилией, причём в котором не только другая фамилия, а также другое число, месяц, год рождения. Поэтому у него, может быть, украинский паспорт, и просто спалили украинцы, украинский паспорт Плохотнюка. Вот, послушал сегодня пресс-конференцию. Значит, вот, записал себе определённые пункты. Значит, ну, первое, присутствие секретаря посольства Украины для того, чтобы, ну, показать, что, да, было какое-то сотрудничество. Окей. Второе, значит, Бусуёк, тот самый Бусуёк, который сфабриковал массу уголовных дел, значит, против меня и моих сторонников, значит, этот же прокуроришка Бусуёк просит сегодня СМИ, чтобы они объективно освещали всё то, что они скажут. Ну, просто наглец. Значит, два, значит, сегодня задержано в Республике Молдова 8 человек, в Украине задержано 9. То есть, итого, простая математика, задержано 17 человек, которые участвовали в организации убийства Плохотнюка. Запомните эту цифру. Значит, второе, что заказчиками являются двое граждан Молдовы, один из которых находится в Москве. Значит, когда я смотрел эту пресс-конференцию, первое, о чём я подумал, что, ну, один гражданин Молдовы, который находится в Москве, как бы, ну, будут, как бы, гнать на меня. Но через несколько секунд Бусуёк, как бы, сделал уточнение, что, как бы, гражданин Молдовы, находящийся в Москве, это является одним, является лидером одной влиятельной преступной группировки и в Молдове, и в России. Как бы, несмотря на весь зоофилизм, педофилизм телеканалов, порноканалов Плохотнюка, то, что называют они меня беглым преступником и так далее, как бы окей. Ну вот до лидера УПГ я еще как бы не дороснул, говорю, ну ладно, значит идут они по другому пути. Значит, два исполнителя незаконно пересекли границу, цель была Плохотнюк, стреляли из должны были использовать, значит, либо гранатометы, либо пистолеты с глушителями. И вот тут и как бы 200 тысяч долларов была цена за покушение на Плохотнюка. Значит, 100 тысяч долларов получили в авансе. Значит, ну, до сих пор все понятно. Теперь скажу, что непонятно. во-первых, 7 апреля они задерживают, и почему они спешили? Потому что спешили, как они говорят, киллеры. Должили исполнить с пятницы до понедельника. Значит, ну, как-то странно звучит, но окей. Но дальше все совсем странно. Значит, один из полицейских, я не помню, Бусуек или Акин, значит, сказали, что стрелять, значит, должны были из детского сада по автомобилю, либо по офису Плохотнюка. Я вот для себя открыл Google Map. Значит, так. Значит, это вот Google Map. Значит, у нас вот он. Значит, получается, что вот на курсоре, значит, вот это детский сад. Он обозначен в Google, по крайней мере. Потом перед ним какой-то отель. Потом вот здесь офис Плохиша. Значит, вы знаете, я тут посидел, подумал, значит, забил в Google также марку используемого оружия. Плюс, как бы, о марках и о моделях там прокуроры полицейские не говорили, но об этом уже, как всегда, знает наша публика ТВ. Значит, РПГ, публика пишет, что они использовали 4 РПГ-26. Так, вот вместе с вами сейчас смотрим. значит, РПГ 26. Значит, РПГ-26, значит, Википедия. Значит, я тут читал про это, но... А, вот, нашел. Смотрите. Значит, РПГ-26, значит, советская реактивная противотанковая граната, разработанная в НПУ «Базальт» на замену РПГ-22, но не важно. Значит, была принята на вооружение советской армии в 85-м году. Поэтому у меня вопрос первый к прокурорам и к полицейским. Значит, а как гранатомет с детского сада мог поразить Плохотнюка в его офисе, причем, что перед... Причем, что есть здание между детским садом и офисом Плохотнюка. Плюс, как бы, если гранатомет произведен в 85-м году, то, в моем понимании, ну, по крайней мере, про самонаводящиеся ракеты я очень много читал в интернете. Там, ПЗРК, Игла, там, ну, разные абсолютно, да? Но, когда гранатомет с 85-го года должен как-то найти мишень в лице Плохотнюка через здание, то есть, оно должно было пройти, облететь здание, попасть в офис Плохотнюка и там его искать. Или примерно, например, они понимают, в какой части они готовятся, но это, как бы, четыре гранатомета те, что есть на видео. Если был бы штурм здания, как бы, то понятно, но из четырех гранатометов с детского сада, из четырех, двух, одного, неважно сколько, стрелять по офису Плохотнюка в надежде его попасть, ну, значит, товарищи проходили подготовку наверняка в Костюженах. Плюс, значит, что вообще не бьется, да? Ребят, значит, сейчас я вам скажу. Значит, смотрите, мы говорили про то, что они утверждают двести тысяч долларов, заплатили за убийство Плохотнюка сто тысяч долларов дали авансом. Значит, плюс на сайте Публика ТВ значит, написано, что, я что-то это пропустил на Присухе, значит, сейчас я открою, значит, так, пожалуйста, на публике уже главная новость, да, что-то сутки они молчали, сегодня пошли с Брэйки-ньюс. Значит, они сообщают о том, что информация от украинских коллег о том, что готовится покушение на Плохотнюка поступило в декабре, значит, в декабре шестнадцатого года. Значит, давайте сейчас посчитаем. Повязали они семнадцать человек, значит, семнадцать человек, берем цифру на калькуляторе, значит, двести тысяч долларов, значит, из них, как бы, все участники этого процесса получили сто тысяч аванс, как утверждают полицейские. Значит, сто тысяч долларов, значит, делим на семнадцать человек, и мы получаем пять тысяч восемьсот восемьдесят два долларов на человека. Это они получили аванс за Плохиша. Берем период, о котором говорит полиция, с декабря месяца, декабрь, январь, февраль, март и апрель. Правда, апрель не весь прошел, ну, короче, берем пять месяцев, значит, пять тысяч восемьсот восемьдесят два доллара, делим теперь на пять месяцев, чтобы посчитать, сколько один человек получил на за участие, не важно, там, кто стрелял, там, кто следил, кто, там, подносил, подносил патроны, и мы получаем цифру, что за организацию, значит, убийства Плохотнюка, вся эта бригада получила по тысяче сто семьдесят шесть долларов в месяц. короче, тут у меня самые большие вопросы теперь, значит, ну, еще столько же должны были, получается, по их версии получить после покушения, значит, тысяча сто семьдесят шесть долларов в месяц, значит, я одно не могу понять, эти все участники покушения, они плитку, может быть, буду укладывать в Подмосковье, потому что тысячу сто семьдесят шесть долларов в месяц на человека, ребят, значит, сегодня полторы-две тысячи долларов зарабатывает плиточник со средней, со средней подготовкой, понимаете, значит, ехать в Молдавию, особенно украинцы, они говорят, два из них, как бы, воевали на юго-востоке Украины, значит, я понимаю, сейчас хотят подтянуть уже русскую историю ко всей этой теме, вот один уже с заказчиком находится в Москве, значит, русские, как телеканалы плохотника говорят, не дают молдавским следователям раскрыть отмывание 22 миллиардов долларов через молдавские банки, это, кстати, отдельная история, я веду на эту тему также свое расследование, в ближайшее время выйду с конкретными материалами и доказательствами на эту тему, что все маленько не так, понимаете, но тысячу сто семьдесят шесть долларов в месяц на киллера, это, короче, очень серьезно, значит, значит, у меня Лена дома тут женщина из Молдовы варит заму и делает мететей за тысячу долларов в месяц, то есть, короче, вот тут я считаю, что серьезные у них несостыковочки, то есть, могли как-то по-другому это нарисовать, те видео, которые я увидел, да, звучит, значит, значит, ну, выглядит внушительно, там, гранатометы, пистолеты, глушители, значит, но, эти три человека, которые говорят на тротуаре, да, то есть, ну, непонятно кто, то есть, хочется понять, что за, что за люди, вдруг один из них там водитель автобуса, понимаете, там, потому что поверить в их историю очень серьезным спланированным покушением двумя группировками в Молдавии, в Украине по организации ликвидации плоходинка за 1176 долларов в месяц на человек, на данном этапе я вам точно скажу, что не верю, значит, плюс я смотрю, как публика интерпретирует покушение на на плоходинка, именно мотив, то, что его ненавидит 90% страны, и весь Фейсбук вчера прикалывался на тему того, что значит, значит, ну, есть очень много вопросов, сейчас погодите, дайте я покажу вам то, что я хотел, значит, нам мотив, значит, посмотрите, вот сайт Публика ТВ, значит, мотив, после завершения задуманного убийцы должны были вернуться в Украину, таким образом, замысел злоумышленников состоял в том, чтобы дискредитировать правоохранительную систему нашей страны, и ухудшить украинские молдавские межгосударственные отношения. Подозреваемые подготовки данного убийства грозит до 20 лет тюрьмы. Значит, очень серьезный мотив, значит, они хотели убить для того, чтобы плохо подумали об Украине, ну, опять же, ну, так чуть-чуть по-костюженски, 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 значит, звучит эта версия. Плюс, поверьте, Плахотнюк является серьезным специалистом по организации заказных убийств. есть две версии у меня, честно вам скажу. Первая, что Плахиш кого-то реально достал, забрал последнее, плюс, он такой ценник, который, поверьте, совершил столько преступлений в своей жизни, что если бы он ходил по улицам, то просто каждый, вернее, из десяти человек восемь бы плевали ему в лицо, а два человека просто били бы его по голове бейсбольными битами. То есть, это для вас всех известно, здесь ничего нового нет. Но, тем не менее, значит, одна версия, что реально кого-то достал, но пока все то, что вижу, склоняет меня ко второй версии. А вторая версия, это либо готовится какая очередная кражда миллиарда, ну, либо какое-нибудь такое же резонансное преступление. И чтобы ввести удар в сторону, чтобы люди имели что обсуждать на на Пасху, яков, врутся, лусьи, да пи, блахотнюк, то я возвод, дим патру, гранатомете, требую сэмпушти, дя супра, десупт, динградениц, шежем и департи, поймаете, то есть дали тему, вот так же, когда, вспомните, нас снимали с выборов Патрио в 14-м году, значит, тот же день, когда нас сняли с выборов, значит, в этот же день они уволокли миллиарды лет, потому что все смотрели, что вот снято Патрио, что-то кричит, усатый, судимся, и так далее, и так далее. И это может быть какая-то операция прикрытия, потому что верить сегодня украинским силовикам, ну, себя не уважать, особенно после того, вы помните, когда пранкеры в Иван и Лексус позвонили от имени Авакова, значит, развели Тимофти, Балана, этого негодяя, бывшего комиссара Сфалеш, начальника управления спецопераций, Валера тут, когда якобы украинцы готовы были по беспределу задержать меня в Киеве, как наши колхозники эту котлету проглотили, поэтому, как они в прошлом году готовили посадку самолета Молдова в Одессе, я в последний момент не сел в самолет, потому что пришла информация сотрудника СБУ Украины, они хотели посадить самолет Молдова в Украине, для того, чтобы меня там поломать, ну и держать меня ровно столько, сколько он будет платить Плохотнюк за аренду, потому что если в ситуации с тем же Платоном Плохотнюк дел все для того, чтобы его любыми путями вернуть в страну, чтобы Платон не смог воевать против него, то в моей ситуации значит у Плохотнюка поверьте, задачи такие же подлые, но немножко другие, первое, это уничтожить, меня любыми путями едва, значит, ну, это то же самое, что первое, это сделать так, чтобы я замолчал навсегда, потому что Плохотнюк понимает то, что я делаю, с кем делаю, в каких странах, значит, с кем сотрудничаю из официальных структур, то есть процентов на 70 он понимает, плюс он человек, который на 100% знает все те преступления, которые он совершил, поэтому поверьте, что может быть это так же, кстати, один из вариантов увести удар в сторону, как он это сделал, посмотрите, как технично он сделал то же самое с Прокой, с Маларчуком, показывали по всем каналам, что спустя 6 лет они решили снять иммунитет, лишить иммунитета судью, который освободил Прок, что они сделали это 6 лет назад, когда Плохотнюк услышал телефонную запись разговора Прока с одним своим знакомым в Молдавии, где Прока говорил значит, своему приятелю, значит, вылетай в Москву, договаривайся о гарантиях для моей семьи, я с дами Плохотнюка и всех посредников, которые заказывали Горбунцова, только в это время Плохотнюк все, бах, испугался, начал снимать в суде иммунитет, посадил Прокину жену, в тюрьму, кумната, не удивлюсь, если, что сидят еще какие-то люди, про которых я не знаю, то есть, и запустил всю эту историю против меня, для того, чтобы сформировать второе мнение, что вот, когда появится правда, а правда она появится, потому что правда она одна, да, поэтому, значит, будем добивать этого негодяя, законными способами, очень скоро, я надеюсь, откроет рот и структуры некоторых стран Евросоюза, плюс, я, как вы понимаете, заряжен большим количеством информации, но не могу ее, не могу ее делать публичной, потому что то, что было передано и является сегодня доказательством, лезть в уголовном деле, значит, я их не могу делать, не могу делать сегодня публичными, но, плохиш, значит, ты нам нужен живым и здоровым, мы хотим получить с тебя все, что ты украл у граждан Молдовы, поэтому, если что, плохиш, организуем дружинникам, будем, будем тебя охранять, слишком много ты должен вернуть нашей стране, для того, чтобы мы позволили кому-то расправиться с тобой, так что, плохиш, ты нажди, мы обязательно скоро будем, и самое главное, плохиш, что скоро буду я, и начнется обещанная мной игра, я вас всех люблю, всем желаю хороших выходных, значит, буду наблюдать за тем, как развиваются события, и после этого мы, после этого мы с вами еще обязательно поговорим, поэтому, пожалуйста, делайте репосты, мамам, папам, семьям, детям, всем привет, хороших вам выходных, совет, уникенд, как мой фурмоз, что не уйдем, чесно, република Молдова, что мы дискутаем, сейчас мы импортант, прокурор, а где бусуек, шкарил крязы, хотя мы, ну, мы же взводили лаулонька, моя санду подносила патроны, моя лагута, что дело с трём, что усатый ламоск, во цене кнопка огонь, лахи, ладно, давайте пока,